Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале! Многие у нас спрашивают, как же правильно ухаживать за виноградом, чтобы получить обильный и вкусный урожай. И некоторые считают, что это очень сложно. Однако сегодня мы бы вам хотели рассказать и показать, что это совсем не так. И при правильном уходе ваш виноград даст обильный и большой урожай. Виноград это культура, которая склонна к загущению и допускать этого не следует, Поскольку, образуя большую вегетативную массу, наращивая большое количество листьев, виноград тратит все свои силы на то, чтобы именно их сформировать. И сил у растения не хватает, чтобы сформировать достаточное количество плодов. А также большое количество листьев закрывают доступ к цветам, которые в будущем станут плодами. А сейчас мы проведем как раз прореживание, которое защитит растение от изличного количества листьев. Сейчас мне вот эта вот штука улетит. Да ебай! Да у меня есть. В течение сезона на лозе винограда формируется большое количество пасынков в пасухах листа. Их можно увидеть вот здесь. В течение всего сезона виноград следует прореживать. А начинать следует еще до цветения, удаляя дублирующие ветви, на которых не формируется плодов, но при этом они тратят энергию и силу растения. После, когда уже цветение начинается, следует удалять пасынки. Причем делать это нужно тоже особым образом. Но бездумно удалять пасынки все-таки не стоит, поскольку напротив формирующихся гроздей винограда пасынки создадут оптимальный уровень питания. В пасынках, в новых молодых листочках очень активный фотосинтез, благодаря чему растение накопит много сахаров, и плоды будут очень вкусными и сладкими. Но следует помнить, если формируется больше двух и трех листочков, то пасынок следует прищепнуть, чтобы он не перетягивал на себя все питание. И гроздь была все-таки большой и такой, как нам хотелось бы. А вот пасынки, которые находятся не напротив гроздей, можно удалять беспощадно. Но при этом следует оставлять небольшой такой пенечек, по аналогии с плодовыми деревьями, когда мы удаляем старые больные ветви, чтобы растение не заболело, и здесь не осталось такой ненужной нам выемки и впадины. Ухаживая за виноградом, следует помнить, что природа, конечно, всемогущая, но у нее есть свои ресурсы. И на одной лозе винограда формируется ограниченное количество ягод. И для того, чтобы получить рекордно крупные ягоды, необходимо удалять лишние цветущие побеги. В начале видео мы уже говорили о том, что следует удалять дублирующие лозы. Но что же это такое? Посмотрите внимательно вот сюда. На одной ветке, с одной точки роста, иногда формируются два побега, два стебля. Один из них более толстый и один более тонкий. Вот более тонкий стебль является дублирующим. И на нем, как правило, не сформируется плодов. Поэтому его следует удалить, чтобы не терять элементы питания и чтобы растение лучше развивалось. Избежать лишней вегетативной массы можно, купируя верх растения, тем самым мы ограничиваем его рост, удаляя точку роста. На какой же высоте это сделать, спросите вы. Смотрите внимательно. У нас есть лоза, на которой уже сформировалось три крупных кисти, на которых уже будут формироваться плоды. Допустим, вот здесь, на этом уровне, у нас сформировалась крайняя, последняя кисть. От нее мы отступаем некоторое количество колен и отсекаем ветвь. Специалисты виноградари говорят о том, что от крайней ветви, на которой сформирована кисть, нужно отступить три колена и на четвертом колене отсечь точку роста. Давайте же это и проведем. Здесь у нас кисть. Тогда один, два, три, на четвертый отсекаем. Сегодня мы провели основные летние мероприятия по уходу за виноградом на вот этих чудесных сортах, которые являются морозоустойчивыми, поскольку они выращены в Сибири. Сегодня мы удалили лишнюю вегетативную массу, убрали лишние пасынки. А о том, как проводить правильное формирование куста, формирующую обрезку, которая будет проводиться осенью, смотрите обязательно на нашем канале, но чуть позднее. Бояться этого мероприятия совсем не стоит, поскольку кисти формируются только на побегах первого года. Так что увидимся чуть позже. Всем до встречи!